И еще одна вещь, что я хотел бы сказать о хоккее, это то, что Квеневилл, бывший тренер нашей чикагской команды, он стал тренером Флориды, Флориды Пэнтерс. И вот что интересно, там дженерал-менеджер Тейлон, тот человек, который он играл когда-то за нашу чикагскую команду, потом он был дженерал-менеджер, вот именно он привел в команду Тейвса и Кейна. Потом там возник какой-то скандал, когда я уж плохо помню подробности этого скандала, я скандалы всегда плохо запоминаю, но там, понимаете, была ситуация, что вот они раньше срока стали подписывать свободных агентов. И возник скандал, короче, его поменяли на сына... Кто-то черт... Кто у нас сейчас дженерал-менеджер? И Тейлон через год ушел, он долго не протянул. Ты имеешь в виду Дэйл Тейлон? Да, Дэйл Тейлон, да. Да, он долгие годы играл. Ну, он играл, потом он же был комментатором. Комментатором, потом он был дженерал... Но он сначала в офисе работал. Да, сначала был дженерал-менеджер, а потом он стал этим вот, комментатором. Да, потом он, значит, ушел, и вот он сейчас во Флориде, и вот он взял Куэна Вилла, и тут есть такое подозрение, что Бобровский и Панарин к нему переедут, потому что, по крайней мере, в прессе мелькнуло такое сообщение, что Панарин купил какое-то жилье во Флориде. Так что они будут свободными агентами и могут уйти. Ну, давайте теперь перейдем к баскетболу, где тоже очень много интересного. И даже не знаю, тут тоже трудно... Я, конечно, в этот сезоне, так как наших нету. Значит, нашего тренера, который сейчас, Бойлон, который сейчас тренирует Чикаго Блэк Хакс, похоже, вот буквально на днях с ним подпишут трехлетний контракт. По крайней мере, есть такое мнение. Пока это все изменения в Чикаго Буллс. Ну, а в центре внимания, конечно, матчи плей-офф. Очень сильно провела первый матч команда «Исмилок», которая буквально разнесла «Детройт» 121-86. Ну, и, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы команда «Исмилок» добралась до финала. Посмотрим, посмотрим, потому что, смотрите, очень многие ставили на Торонто. На сегодняшний день Торонто проигрывает «Орландо Мэджик» в этой серии 1-0. В первом матче «Орландо» победило 104-101. «Филадельфия» проиграла первый матч «Бруклину» 102-111. Ну, тут о «Бруклине» вообще очень интересная история. Я бы на ней хотел немножко остановиться. Но не потому, что там владелец «Прохоров». Хотя он уже продал, по-моему, он там 45 или 49% клуба он продал. Есть такой сайт «Алибаба». И вот совладельцу этого сайта, он, ну, это как, примерно как «Амазон», как я понимаю, да, сайт. И он продал 49%. Но интересное дело, что он купил, тогда это был «Нью-Джерси-Нэтс». Он купил этот клуб. Причем этот клуб тогда, он считалось, что он купил его за копейки. Ну, где-то он миллионов 300 заплатил, конечно, но по ценам NBA это считалось очень дешево. Что интересно, что вот я прекрасно помню эту информацию 2010 года. Тогда уже не существовало такой команды, как «Сеатл Суперсоникс», но ее футболки и весь стаф этой команды продавался лучше, чем «Нью-Джерси-Нэтс». Сначала он туда впихнул кучу денег, набрал игроков, но... Ну, если ты помнишь, когда Джейсон Кед закончил свою деятельность, вот тут полностью «Нью-Джерси-Нэтс» просто скатились. Да, ну и вот, значит, тут он сделал интересный ход. Вы понимаете, что, конечно, «Нью-Джерси-Нэтс» это команда, которая была в Нью-Джерси, а в мире спорта, вот смотри, вот мы только в прошлом, недавно обсуждали, что какая... Как странно, когда «Нью-Йорк-Никс» абсолютно внизу. Им не надо, понимаешь? Они получают от телевидения сейчас такие деньги, что они, что «Лос-Анджелес-Лейкерс», что наши «Чикаго-Буллс». Понимаешь? Когда команда находится в большом городе, то приходит... У них огромный маркет, поэтому, конечно... Вот поэтому ему удалось сейчас... Смотрите, они... несколько лет подряд они были просто на самом последнем месте. И вот совсем недавно они взяли генерал-менеджером Шона Маркса. Ну, это человек, который работал в тренерском штабе Грега Поповича. Грег Попович просто, помимо того, что он столько лет, больше 20 лет держит команду, которая постоянно находится в плей-офф, которая за этот период пять раз становилась чемпионом NBA, он еще выпустил огромное количество людей, которые или тренируют, или работают генерал-менеджерами. Это просто школа Грега Поповича, можно считать. И вот этот Шон Маркс, он сделал другой. Прохоров, по-моему, владельцы клуба, по-моему, они больше решили не вкладывать деньги в звезд. И они... Вот он набрал тех игроков, которые не подошли команде, разным другим командам. И вот получилось совсем потом тренера он взял Кенни Эткинсона. Тоже очень интересный момент, потому что, смотрите, вот сейчас этот Милоки тренирует Майкл Буденхольцер, который работал под крылом Грега Поповича, он был правой рукой в свое время у Грега Поповича, А Эткинсон был у Буденхольцера правой рукой. И вот сейчас он тренирует, смотрите, по крайней мере, А, команда попала в плей-офф, Б, опять же, Филадельфия считается одним, чуть ли не из претендентов на Востоке на победу, но тем не менее, счет, по крайней мере, 1-1. Конечно, надо сказать, бывший Чикагоц, Баттлер, очень мощно играет в этой серии, особенно во втором матче он очень сильно сыграл, так что дальше Бостон-Индиана, здесь Селтикс побеждает, ведет в серии 1-0, 84-74, ну, Селтикс, мне кажется, что они в регулярном чемпионате где-то по большому счету экономили силы, потому что они сыграли не ахти как, они заняли четвертое место, хотя перед началом считалось, что эта команда должна, так сказать, быть лидером Восточной конференции, но посмотрим, как будут складываться события, по-моему, я лично для меня, вот именно так как я в данной ситуации буду болеть за команду из Милок, то Бостон видится самым серьезным соперником, так что посмотрим, посмотрим, как будет, ну, а вчера я получил огромнейшее удовольствие, вчера был праздник души, играли Golden State и Los Angeles Clippers, значит, в один момент, значит, в этот же момент играли в хоккей Виннипег и Сент-Луис, с другой стороны, значит, когда преимущество Golden State было 31 очко, а в хоккее шла упорнейшая борьба, которая закончилась все-таки победой Виннипега 3-2, я, конечно, переключил на хоккей и смотрел хоккей, какое же было приятное удивление, когда я в один момент, прекрасный момент, переключил снова на на баскетбол, и тут я увидел, что счет сократился, и уже стал смотреть, конечно же, этот матч, ну, и в итоге, Los Angeles Clippers сумели одержать победу 135-131, причем там тоже очень сильно выступил их тренер, который, значит, он, когда они вот так крупно летели, он сделал тайм-аут, и он честно сказал, что, ребята, я, это, Дак Риверс, я не знаю, что надо делать, чтобы победить эту команду, но одна просьба, держитесь вместе и играйте в свою игру, и вот как-то именно вот эти простые слова, вот, что передают журналисты, которые там стояли, слышали, и вдруг вдохновили команду, и она понеслась, ну, конечно же, Golden State вообще успокоились, но я считаю, что у Golden State есть какие-то проблемы внутри команды, вы посмотрите, Кевин Дюрант был в прошлом матче удален, получил, его выгнали с поля технически, и фол был, ну, и вообще как-то просачивается такое мнение, что там далеко не все так спокойно в команде, как хотелось бы, и это, может быть, сыграет роль, мне бы очень хотелось, конечно, чтобы Golden State не победил, ну, и восхищает Сан-Антонио Спурс, который одержал победу над Денвером, 101-96, ну, тяжелый был матч, Денвер, я хочу напомнить, Денвер долгое время лидировал в западной конференции, в итоге, ну, все-таки команда тоже молодая, Денвер давненько тоже не играл в плей-офф, по крайней мере, в прошлом сезоне их не было, и в конце они не выдержали борьбу с Golden State и уступили первенцам в западной конференции, но Асан-Антонио, конечно, очень опытная команда во главе с Грэгом Поповичем, хотя там опытная только по тому поводу, что они постоянно играют в плей-офф, команда тоже абсолютно поменялась, абсолютно новые игроки, и тем не менее, они очень, они одержали победу над Денвером, и пока ведут в счете 1-0, посмотрим, что будет сегодня, сегодня они второй, это, кстати, они играют в Денвере, первые два матча, они уже выбили преимущество своего поля, посмотрим, значит, да, а вот, говоря про Golden State, там Казинс получил травму, и он уже пропустит точно остаток матчей плей-офф, ну, и кто, Портланд ведет против Оклахома-Сити 1-0, и Хьюстон ведет против Ют и Джесс тоже 1-0, ну, здесь Портланд Оклахома-Сити я считаю будет равная упорная борьба, а Хьюстон должен Юту, конечно, пройтись, к сожалению, наша передача подошла к концу, большое спасибо за участие, ну, и в следующей части у нас футбольное обозрение и бойцовский клуб.